В числе 16 лучших команд России. Баскетболистки «Волга-Теха» успешно выступили на домашнем паркете в предварительной стадии розыгрыша Кубка Белова Ассоциации студенческого баскетбола. Подопечные Сергея Мухина в двух играх одержали две победы и получили путевку в полуфинальную стадию всероссийского турнира. Спортивный сезон в Морел в баскетбольной его составляющей выдался не то чтобы скромным, однако неполным. Для полноты его восприятия не хватает ставшими за много лет традиционными соревнования в женском чемпионате России среди команд высшей лиги. Напомню, что наш «Волга-Тех» ввиду разных причин нынешний сезон пропускает, при этом продолжая выступать, притом весьма успешно, в другом не менее традиционном турнире – чемпионате Ассоциации студенческого баскетбола. Позади регулярная часть перенства, проводимая, как обычно, в регионально-окружном формате. В настоящее время и впереди решающая стадия, и вот тут как раз новшество. На смену финалов в округах, а потом и в всероссийском уровне, пришла кубковая система розыгрыша. 64 сильнейшие команды страны по системе баскетбольного плей-офф на каждой стадии мини-турнир четырех в разных городах определяют сильнейших. Интересно было попробовать новый формат, решили отойти от территориального принципа, чтобы играли действительно, имели команды, все сильнейшие команды имели возможность поиграть между собой. И так как у нас каждая игра здесь является решающей, то ценность каждой игры здесь неизмеримо возрастает. Просто если ты выиграешь, идешь дальше, проиграешь, ты на этом заканчиваешь чемпионат. Один из таких мини-турниров состоялся в Ешкароле. За путевку в так называемый «Ласт-16» или, проще говоря, полуфинал, боролись четыре команды. Кроме ПГТУ, это баскетбольные коллективы Саранска, Пензы и Чебоксар. Сначала команды сыграли крест-накрест, где ешкаролинки разгромили команду из Мордовии. Ну а в финале подопечные Сергея Мучина в упорной борьбе переиграли девчонок из Пензы. Ну немножко пришлось побороться. Был небольшой спадик в середине третьей четверти. Ну так выдержали, справились. По большому счету все, что хотели, сделали. И в защите справились, и в нападении своей забили. Ну ошибки они были, есть. Но я думаю, что мы довольны. Сезон мы в целом оцениваем как бы на троечку, потому что мы все-таки, у нас команда, мы готовимся все равно под высшую лигу, продолжаем и будем готовиться, сколько живем. Мы тренируем одну команду, а играем как бы полукомандой, поэтому нам немножко тяжело. Таким образом, команда Волготеха уже как минимум в числе 16 лучших в стране. В течение двух недель будут определены противники ешкаролинок по полуфиналу, после чего будет объявлено о времени и месте проведения. Что же касается других соревнований, проводимых в Морел, то план действий региональной федерации баскетбола таков. У нас должна по календарному плану, в принципе, в апреле месяце будет первенство республики среди мужчин и женщин. Пока вот положение в Естестве, там что как решат. И в июне первенство республики опять же по уличному баскетболу. Ну а на майские праздники там у нас будут турниры, посвященные как раз для победы. На вопрос же, будет ли высшая лига в будущем сезоне, пока в федерации затрудняются ответить. В любом случае, команда готова. И успешное выступление в Лиге Белова – яркое тому подтверждение.